Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. И вновь у нас в гостях депутат Московской областной думы Дмитрий Валентинович Дениско, который много лет уже в нашей программе приходит сюда и просто, скажем так, в промежуточное время между отчетами рассказывает о том, как идет работа у депутата. Все-таки ответственность очень большая. И раз много лет народ вам доверяет, раз вы по-прежнему на этом посту. Ну а сегодня у нас особая программа, потому что это такой своеобразный отчет. Я так понимаю, что у вас отчеты идут и перед жителями, и в печати, и на радио, и в средствах массовой информации. Верно сейчас такое? У нас отчеты только перед нашими жителями. Они не являются нашими избирателями. А форма отчетов может быть любая. Ага, вы сами понимаете. И в СМИ, и при личном общении. То есть мы используем все методы. Это как бы партийная установка такая? Это обязанность депутата. В уставе партии «Единая Россия» прописано, что ежегодно каждый депутат должен отчитываться о своей работе. Я так понимаю, что потом эти отчеты каким-то образом аккумулируются, и руководство партии смотрит на все проблемы, еще тоже что-то узнает благодаря вашим отчетам, верно? Не совсем так. Руководство партии не ждет наших отчетов, а контролирует в ежедневном, еженедельном режиме. У нас ставится план задачи обычно на неделю, и через неделю подводится итог, ставится новый план. Ну, с момента нашей последней встречи, да, довольно много времени прошло. С чего мы начнем сегодняшний отчет? Я так понимаю, что, наверное, с той ситуацией, которая сложилась, и у депутатов всех уровней добавилась определенная работа. Что вот в этом направлении делается? Ну, вы имеете в виду специальную военную операцию? Да. Да, это 22-й год прошел под эгидой специальной военной операции. Наложилась, скажем так, экономическая блокада, попытка экономической блокады странами так называемого западного блока. И основные наши задачи было не просесть, во-первых, помощь бойцам, помощь семьям, бойцов, мобилизованных и добровольцев. И, естественно, чтобы экономика чувствовала себя уверенно. То есть импортозамещение. Многие предприятия, вы знаете, решили покинуть Российскую Федерацию. Но, как говорится, святое место, пустое не бывает. Вот один из основных блоков таких приоритетных – это было импортозамещение. Хорошо. Ну, я так понимаю, что если говорить о СВО, то это и помощь всем семьям, да, потому что это было поставлено на самом высоком уровне. То есть когда президент сказал, что нужно за каждой семьей, за каждым ребенком, нужно следить, смотреть, есть какие-то проблемы. Понятно, что есть депутаты нескольких уровней, есть администрация, мы еще об этом поговорим, об этой связке, которая работает. Но и, помимо всего прочего, я так понимаю, что время выдвинуло новые вызовы, и нужно было быстро к ним в хорошем, в творческом, в правильном смысле подстроиться. Я вернусь вот к тому времени, когда была, помните, пандемия, мы, кстати, у нас были один из первых депутатов, которые пришли вот в этот самый сложный период, когда только все начиналось, когда еще никто не знал. Когда мы все ходили в масках. Когда мы все ходили в масках, и сам Дмитрий Владимирович тоже ходил и носил пакеты, скажем так, волонтером работал. А это время, которое сейчас, все-таки, исходя из магазинов, исходя из автомобилей, да, цены поднялись на многие такие товары, на бензин и так далее. Но в целом, как вы считаете, удалось сдержать серьезные изменения, которые нам прогнозировали? Ну, мы живем вместе в одной стране. Я так же вижу, как и вы. Ну, во-первых, конечно, вот март, апрель 22-го года, они выдались достаточно тяжелыми, прежде всего, морально. Ну, как бы многие не готовы были к этому. Да, много аспектов сразу. Да, много, много сразу навалилось. Следующий, это был уже сентябрь, когда была частичная, проведена частичная мобилизация тоже. Это два таких пика. Что мы делали? Ну, во-первых, депутаты всех уровней за это время провели тысячи встреч с мобилизованными, с семьями мобилизованными. Вы правильно сказали, что за каждым депутатом были закреплены семьи. И работа наша с ними строится, так называем, на проактивном методе. То есть мы не ждем, когда они к нам обращаются, мы постоянно, регулярно обзваниваем, спрашиваем, нужно ли чем-то помочь, где какие у вас проблемы. Некоторые бойцы, которые находятся сейчас на передовой, с нами в контакте, и мы с ними тоже поддерживаем отношения там и организовываем для них гуманитарную помощь. Вот я хотел сказать, что вообще Московская область одна из первых, скажем так, откликнулась на вот этот призыв гуманитарной помощи. И за это время более 900 тонн Московская область переправила в ЛНР и ГНР. Также есть участки, где наша область помогает в восстановлении социальных объектов. То есть эта работа ведется. Как шефская работа, можно сказать. Следят за этим конкретными стройками. Не совсем это шефская, это, скажем так, взаимопомощь. Это взаимопомощь. Просто понятно, что там много разрушено, это новые территории, и там живут люди. Люди живут. Поэтому каждый регион помогает. И вот Московская область в том числе помогает и достаточно прилично. Ну, теперь давайте перейдем уже непосредственно к тем проблемам, которые вы занимаетесь в округе, на тех территориях, которые входят в округ. И еще раз повторюсь, что вы уже депутат с опытом. То есть, с одной стороны, это замечательно, думает избиратель, потому что у вас уже везде есть какие-то связи, и некоторые вопросы, наверное, решаются мгновенно. Во-вторых, спрос такого депутата всегда строже, потому что, как говорят, не засиделся ли, или еще что-то. Вот вам все время нужно, ну, как говорится, не показывать, что я вот там есть и так далее, а просто конкретными делами это вот есть и пожалуйста. Давайте начнем с самого простого. Встреча с вашими избирателями. Кто к вам приходит, какие вопросы задают, как построена эта работа? Встреча с избирателями проходит абсолютно в разных режимах. Ну, самый, наверное, простой – это прийти ко мне на прием. В прошлом году у меня было порядка 16 приемов личных, а всего было порядка 60 встреч, потому что иногда жители приглашают, если проблемная ситуация, они приглашают на место, то есть во двор там или еще куда-то, то есть вот там в парк, в лес, на речку. Ну, то есть где есть проблемы, туда и приглашают, да. И мы, как правило, вникаем заранее в суть проблемы, приглашаем с исполнительной властью, то есть обычно с администрацией необходимого отдела. Вот. И выезжаем на место, смотрим, разбираемся и принимаем решения. Ну, я так понимаю, что у вас вопрос – это уже есть, например, депутат городского округа, ну, первый, назовем так, первый депутат. Потом идет уже депутат Московской областной думы, потом депутаты Госдумы идут. То есть вы находитесь как раз в самом сердце этой цепи такой, которая решает эти вопросы. То есть то, что не может решить депутат на первом уровне, вы подхватываете и как преобращаете уже в такую форму, либо сами решаете, да, либо еще подключаете уже к Государственной думу, что вам сделать проще, чем любому депутату городского округа. Ну, давайте сейчас поговорим еще конкретно о глобальных вопросах. Начнем, наверное, с самого главного – с детей, потому что это детские сады, это школа, образование. Что здесь делалось? Очень большая активность идет в сфере образования. Это и строительство новых учреждений, строительство школ, строительство садиков. У нас сейчас нет очереди в дошкольные учебные заведения, то есть детские сады, но сохраняется еще проблема с ясельными группами. Вот сейчас задача стоит строить садики, чтобы было побольше ясельных групп, чтобы родители могли пораньше выходить на работу. Ну вот, например, там в Котельниках сейчас строится детский садик, и в этом году будет сдан, там 75 мест для ясельных будет. Капитальный ремонт. То есть вот в прошлом году было отремонтировано в нашем округе две школы. Это первая и шестая. Двенадцатый детский садик в Октябрьском, капитально отремонтирован. Но это я говорю про наш округ. А в масштабах области это десятки и сотни таких объектов. И ежегодно строятся, ремонтируются, и будут строиться, и ремонтироваться. Сейчас у нас никакое жилье без необходимой социальной инфраструктуры не вводится в эксплуатацию. Я так понимаю, до меня доходят слухи, что вы некоторые объекты, да не некоторые, а многие объекты, приезжаете, посещаете, чуть ли не сказкой там ходите, вы спрашиваете, смотрите. Это действительно так? Не многие, а все объекты. Как? То есть это какое-то, ну скажем, недоверие, что что-то сделают неправильно, или это контроль? Это депутатский контроль. Во-первых, мы должны изнутри понимать, мы же разговариваем не только с заказчиками, мы и со строителями разговариваем. И когда я прихожу, ну, например, сразу видно там, сколько человек работает, будет ли соблюден, ну, какие я уж так глубоко, наверное, за мою такую поверхностную достаточно инспекцию не пойму, а вот будут ли соблюден срок, и нужно ли кого-то потревожить для того, чтобы это все-таки случилось, да, ну, это может помочь. А приезд депутата Московской областной думы напрягает, то есть... Дисциплинирует. Дисциплинирует, да? Да. Я так понимаю, что у вас расписан этот график, то есть это прям входит во вашу работу? Мы обязательно стараемся посетить каждый социальный объект, а если оттуда приходит еще какой-то сигнал, что какие-то есть, ну, какие-то проблемы существуют, то мы туда несколько раз можем поехать. Ну, завершая тема образования, завершая первую часть нашей программы, сейчас очень популярно дополнительное образование и, скажем, ну, и платные, и бюджетные, и вот у нас, да, очень много программ про здоровье, про физкультуру и спорт, как известно, любятся территория спорта, то есть родители хотят, чтобы было больше кружков, было больше секций, я знаю, что вы тоже за этим активно смотрите, и вводятся в действие всякие новые способы, да, чтобы ребенок, ну, не просто по улице бегал, а занимался делом, это так? Ну, конечно, так. Я бы еще насчет образования сказал, что в прошлом году ввели добавки для учителей и воспитателей по 5 тысяч рублей, это с 1 января действует, и по 2,5 тысячи для младших воспитателей в детских садиках, то есть это, помимо основной зарплаты, это региональная добавка, которая действует. По поводу развития спорта, развития культуры, естественно, прилагаются все усилия для того, чтобы дети получали необходимое воспитание, физическое в том числе. По поводу культурной истории, ну, есть такое новшество, сейчас проводятся онлайн-мероприятия. Вот из 22 тысяч мероприятий, которые в прошлом году были проведены под эгидой культуры, 19 тысяч было онлайн. Ну, там ведет, есть такая программа ДК онлайн, есть мамочки онлайн, или мамы онлайн. Вот мамочки онлайн, у них там, по-моему, занятие вокалом и семейные отношения, они ведут, там у них порядка, там, 700, по-моему, участников прошло за это время, а ДК онлайн там, по-моему, под 2000, там тоже идут какие-то занятия. То есть онлайн сейчас... Расширяет это, да. Мы привыкли во время ковида, что не всегда нужно личное присутствие. Время не хватает, пробки ограничивают движение или еще что-то, но это не значит, что ты должен терять качество своей жизни и вот в данном случае выручать как раз онлайн мероприятие. Хорошо. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что Дмитрий Валентинович Дениско находится здесь у нас в студии, депутат Московской областной думы. И продолжим о второй части. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях депутат Московской областной думы Дмитрий Валентинович Дениско. Очень важный вопрос, который я бы хотел бы тоже подсветить. То есть одно из серьезных направлений, которые сейчас курируются губернаторами правительства Московской области и депутатами, это поддержка организаций по производству, которым занимается импортозамещение. Вот хотел сказать, что у нас сейчас идет порядка 150 проектов. На общую сумму инвестиций 150 миллиардов рублей. Невероятно. Да. 21 проект в прошлом году был запущен. Создано 3000 рабочих мест. И вложений порядка инвестиционных порядка 13 миллиардов. И бюджет прирос Московской области при общем федеральном небольшом минусе более чем на 15%. Чтобы мы понимали, где мы находимся, как наш регион развивается. Это благодаря такой взвешенной в том числе политике и поддержке и малого, и среднего бизнеса, и привлечению с помощью специальных программ, в частности, земля за рубль, инвесторов. И как бы этот сейчас момент очень важный. Мы тоже этой темой постоянно занимаемся. Ну и в финале давайте подведем итог. Как вот если бы вы выступали перед своими избирателями? А в финале у нас, вы знаете, финал у нас непростой. Так. У нас год сложный достаточно. И год выборный. И выбираем мы не просто кого-то, а выбираем губернатора, то есть первого человека в нашем регионе. И вот партия «Единая Россия» представила своего кандидата. Это Андрей Юрьевич Воробьев, действующий губернатор Московской области. Мы работаем в его команде. И я считаю, что те достижения, которые за это время добилась область, это во многом и его заслуга. Я хочу отметить, что он всегда поддерживал Люберцы. То есть Люберецкий округ всегда в зоне его пристального внимания и поддержки. Это на самом деле так. А в этом году и ему самому будет нужна наша поддержка. Поэтому я хотел бы обратить на это внимание наших жителей. И будет от меня личная просьба, конечно же, принять в этом активное участие, прийти на выборы и поддержать нашего кандидата. Конечно, вопросы здравоохранения у нас всегда были во главе угла. Но что произошло в этот депутатский ваш период? Что со здравоохранением? Что-то открыли, что-то изменили? Давайте расскажем. Ну, здравоохранение – это очень важная часть жизни современного общества. И насколько хорошо работает здравоохранение, настолько хорошо чувствует себя человек. И дольше живет. И дольше живет, да. Кстати, продолжительность жизни у нас неуклонно повышается. Это тоже хороший показатель. Значит, из того, что было сделано в прошлом году, открыто новых четыре онкоцентра в регионе. То есть специализированных онкоцентра. В Люберцах открыт первый в Московской области мамологический центр. То есть теперь наши девушки, женщины могут проходить там диспансеризацию. Если в случае каких-то проблем могут там проходить исследования. Это все работает. Поставлена задача к 2025 году перейти с аналоговой техники медицинской на цифровую. На тяжелую, так называемую. В этом году поставлено более 100 единиц тяжелой техники. Это рентген, КТ. Несмотря на какую ситуацию. Томографы, да. То есть это колоссальные вложения в сферу здравоохранения. Но построена новая больница совместно с Министерством обороны Российской Федерации. В городском городе Истра. У нас отремонтировано 6 поликлиник в округе. Две станции скорой помощи. То есть количество команд скорой помощи в области доведено до 700. Выделено 100 машин. То есть вот такие цифры вы представляете. То есть грандиозные цифры. По-прежнему существует в регионе нехватка врачей узких специальностей. У нас есть мощный сосед, который перетягивает бездонная бочка всех. Мы вынуждены привлекать тоже специалистов откуда можем. Поэтому у нас действуют всевозможные меры поддержки для врачей. Вот одна из таких мер – это оплата за жилье. То есть врачи получают 20 тысяч рублей за аренду жилья. О, как хорошо. Проводится конкурс. На основании конкурса 300 лучших специалистов получают 100% компенсацию при покупке жилья. Действует такая программа «Приведи друга». То есть если врач приводит врача необходимой нам квалификации и опыта, то он получает от 50 до 70 тысяч премию. Если я не ошибаюсь, цифры. Или 30-50. Нет. Мы понимаем, что приличную цифру получат. Очень, да. В районе 50 тысяч. В принципе, это коммерческие организации славятся такими приемами. И звучит даже так по-коммерчески. Да, «Приведи друга». Да, это она реально существует и действует. Врачам выделяются земельные участки, чтобы они на этой земле могли уже обосноваться. То есть у нас там порядка двух тысяч врачей получили земельные участки. Как это делается? Как вы, как депутат, участвуете в этом процессе? Я, как депутат, непосредственно общаюсь и с управлением здравоохранения, и с каждым учреждением, с каждым главврачом. То есть принимаю заявки от них. Кому-то надо УЗИ-аппарат, кому-то надо приборы для проведения лапароскопических операций и так далее. У каждого есть свои какие-то потребности. Что-то идет через управление здравоохранения. То есть они централизованно там делают. А что-то вы выбиваете? А что-то не выбиваю. У меня есть определенный бюджет, в рамках которого я могу исполнять эти наказы. И мы это делаем дополнительно к тем заявкам, которые осуществляет управление здравоохранения. Вот всего было 385 поставлено. 18 из них это сделали депутаты. Ну здорово, это очень хорошо. Кстати, не могу не коснуться бюджета, потому что такая притча в языцах. Депутаты городского округа, естественно, не имеют бюджета. Они, скажем так, помощники, связующие звено. И, наверное, к вам еще посылают кого-то, кому действительно нужны средства. Вот этот бюджет, который есть сегодня у вас, как у депутата, он же тоже не безразмерный. То есть вы же его тоже, во-первых, выбиваете в областной думе. Я уверен, что не просто так все там проходит. А потом как-то пытаетесь его разделить на все те вопросы, о которых мы говорим. Как это работает? Мы его не выбиваем. Он по закону идет на каждого депутата. Он одинаковый всегда. А, то есть больше нельзя где-то урвать. Одинаковый всегда, да. Как вы говорите, урвать ничего не получится. И понятно, что этот бюджет, естественно, мы принимаем участие в распределении. В первую очередь для того, чтобы в поле лучше изучить проблему. То есть понятно, что это те же самые бюджетные деньги, которые тратит управление здравоохранения. То же самое. Ну, есть, понятно, федеральные программы, мы сейчас говорим о региональных. Но распределение этого бюджета дает нам возможность в каждом учреждении понять реальную ситуацию и донести в случае каких-то проблем, в том числе и до Министерства здравоохранения. Хорошо. Ну, в финале поставил самые любимые вопросы. Это ЖКХ, это транспорт, это ваш комитет, в котором вы работаете. Вот, в Люберцах мы видим, что работы идут на некоторых, уже можно сказать, исторические работы, что называется. Что вот здесь происходит? Давайте напомним еще раз комитет и как там выполняется. По транспорту и дорожной инфраструктуре. Но, скажем так, комитет у нас занимается глобальными, скажем так, вопросами. Законодательство. Корректируем законы, предлагаем законы. Мы общаемся с региональными перевозчиками и так далее. То есть здесь все-таки мы говорим про работу комитета или про что происходит на нашей Люберецкой земле? Нет, вот когда вы приезжаете на машине, например, на Люберецкую землю, что с вами происходит? Ну, попадаю ли я в пробку на Октябрьском проспекте? Да, я попадаю. Я к этому иду. Я попадаю в пробку на Октябрьском проспекте и, как обещают строители, до сентября, ну, по крайней мере, в 2023 году обещают они первый этап строительства эстакады закончить и запустить машины по новой эстакаде. Мы были там вместе с главой неоднократно на инспекциях и вот видим, что работы действительно очень сильно активизировались. То есть я, честно говоря, высказал сомнения, но строители, дорожники, серьезные ребята, посмотрев, даже не в глаза, а с легкой усмешкой, вот, я подумал, что, наверное, они все-таки смогут. То есть дайте что-то. Да, но это шутка, конечно, но реально дорожный коллапс никому не добавляет радости и, конечно, Люберчане от этого устали, это частый вопрос. Да, мы надеемся, что в 2023 году вот этот этап будет завершен и также в этом же году должен быть завершен объезд вокруг Октябрьского и реконструкция на нашем участке дороги М5 Урал, что тоже уберет транзит с наших улиц. Соответственно, есть еще там хорошие подвижки в деле транспорта, перспективные, просто у меня сейчас отчет, я не буду о перспективах далеких. Ну, просто скажите, что это хорошо, хорошие намерки. Есть еще хорошие у нас позитивные, но я не хочу сглазить, как говорится. Да, не буду. Да-да, лучше, как только будет возможно, сразу к нам. Ну, и в финале давайте поговорим еще о таком важном моменте благоустройства общественных территорий, пространств, ну, то, что ЖКХ в том числе. Если, понятно, что если трубу прорвало, то не обязательно для этого нужен депутат Московского областного дома, но если часто прорывает, наверное, есть какая-то проблема. Что вот в этом направлении? Если не реагируют службы, которые должны исправить эту проблему, то нужен в том числе и депутат. Так, как вот работа сейчас вот этими дворовыми территориями, общественные пространства, следите ли вы за этим, как? Да, мы, конечно же, следим. И, опять же, двор – это один из приоритетных проектов, благоустроенный двор и благоустроенное общественное пространство. Это приоритет сейчас в работе правительства Московской области и личный губернатор. Вопрос в том, что всего, по-моему, у нас в области порядка трех тысяч дворов комплексно благоустроили в 22-м году. У нас какие-то запредельные цифры. Ну, там очень большие цифры, да. Помимо этого, капитально ремонтируются дома, то есть тоже… Нет, по-моему, дворов, по-моему, порядка двух тысяч. Ну, вот у меня есть, конечно, цифры. Я думаю, что тут можно… Не хочется сейчас долго ковыряться. От двух до трех. Давайте это… Нет, порядка двух тысяч дворов. Да, вот я помню, что в Люберцах 31 двор сделали в прошлом году. А по капитальному ремонту, вот как раз там порядка трех тысяч домов капитально отремонтировали, а в Люберцах порядка 160. Ну, это, так я понимаю, будет продолжаться, да? Конечно. Это плановые вещи. Эти программы идут. Очень большие усилия, ресурсы сейчас вкладываются в развитие общественных пространств, парки. Да, сейчас начали в Октябрьском колоссальный проект «Лесная пушка», да? Продолжается реконструкция Наташинского парка. Парк Лапса сделали… А, нет, парк Сказок сделали новую детскую площадку, такую хорошую, серьезную территорию. В нашем центральном открыли скейт-площадку для экстремальных видов спорта. То есть на катке Наташинского парка летом действует роллер-дром. То есть эти моменты, они постоянно на пике внимания. Малаховский, Малаховское озеро, сейчас Кореневский карьер. То есть это сейчас настолько актуально. И там вкладываются огромные ресурсы для того, чтобы у наших жителей была возможность нормально, цивилизованно отдохнуть, качественно. Чтобы прийти на работу и добиться хороших успехов. Все правильно. Хорошо отдыхаешь, хорошо работаешь. И это в том числе. Дмитрий Валентинович, Денис Ко, наш постоянный участник программ, приходит к нам не только на отчеты, как сегодня, но и, как же называется, в будние депутатские дни. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пельенко. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok